В эти дни, ровно 75 лет назад, мир с облегчением вдохнул. Почти 200 дней он, затаив дыхание, утром просыпаясь, бежал к радиоприемникам. Понимали прекрасно, что если фашисты перекроют Волгу, по которой из Баку для наших моторов, танков, самолетов и машин доставлялись горючие, то ситуация страны была бы просто критической. Мы там не только проявили волю и героизм, мы показали, что советская власть сильнее, что советская школа мощнее. Она за 10 лет подготовила блестящих командиров и солдат, которые храбро и отчаянно сражались. Впервые в истории 300-тысячная группировка, 27 генералов во главе сельдмаршалом были арестованы и попали в плен. Поэтому мы благодарим всех, кто знаменем победы сейчас отмечает этот праздник. Но я был просто шокирован, когда увидел, что в Сталинграде несли знамя победы, с которого содрали серп и молот. Это кощунство абсолютно недопустимое. И спасибо всем, кто в интернете просто судил этот варварский поступок, который обижает, оскорбляет наших отцов и дедов-победителей. Мы должны понимать прекрасно, что всем нам объявлена война. И если мы не осогнаем это и не будем готовы, то нас ждет тяжелую участь. Трамп официально заявил, что Китай и Россия являются главными врагами. Американцы уже содрали наш нынешний флаг с посольства, отняли у нас собственность. Все сделали для того, чтобы растоптать наше олимпийское завоевание. Слава Богу, их восстановил суд в Лозане. И тем не менее продолжают максимально нас трамбовать, прекрасно понимая, что в военно-политическом и научном плане мы пока являемся главными оппонентами. В целом, заявив о том, что Россия и Китай ключевые противники, они допустили стратегическую ошибку. Еще Киссинг предупреждал американцам, никогда нельзя объединять Россию и Китай в качестве наших главных противников. Их надо раскалывать, растаскивать и разъединять. Но давайте вместе посмотрим, как складывать ситуации, для того, чтобы молодежь выработала свои законодательные инициативы и определилась главными темами. В треугольнике Китай, Россия и США будут развиваться все ближайшие события, как минимум в ближайшие пять лет. Какой потенциал имеет Америка? Трампа ругают, но тем не менее он вышел на мировые темпы экономического развития. Они впервые в прошлом году продали квартиры на 19% больше. Они сейчас аккумулируют, решили раскулачить многих богатых иностранцев, стащив себе деньги для того, чтобы полностью модернизировать экономику. Решили там сконцентрировать почти 4 триллиона долларов. Это сумасшедшие деньги. Что касается Китая, то Китай под руководством партии за 30 лет из страны, которая проигрывала нам почти пять раз, вышел в державу, которая заняла вторую строчку. В ближайшие пять лет по производству они перегонят американцев. Более того, они почти 500 миллиардов сейчас вкладывают в обновление инфраструктуры и покупку новых технологий. Это означает, что Китай становится мастерской мира и будет продавать товары всей планете самого лучшего качества. Я был у них впервые, когда у них был один автомобильный завод. Сегодня они производят 25 миллионов машин и не отверткой, а на конвейерной сборке от Тойоты до Мерседеса и довольно хорошего качества. А по электроавтомобилям выходят на первое место. Китайцы взяли у Сименса лучшие технологии. Но сегодня, если вы приедете к Китаю, вы сядете на электропоезд, который мчит со скоростью 300 километров в час, и ваш мобильник будет работать на протяжении всего пути, 1200 километров до Шанхая, не прерывая связь. Вы увидите суперсовременные города, образованное население и население то, которое едет учиться даже за границу, но все возвращаются домой. Добавьте немножко, вы же не сказали 10 минут, я еще не подошел. У вас еще основное время не закончилось. Закончилось. Не будете ждать 2-3 минуты еще? Нет. Нет, спасибо. Поэтому мы должны все сделать, чтобы быть конкурентоспособным. Я недавно представил, как выполнялись указы президента. Мне очень понравилось, что он 6 лет назад взял на себя реальные обязательства, взял на себя право назвать конкретные результаты и распределил это между своими министрами. По крайней мере, 10 из 11 министров провалили его конкретные показатели. Особенно новые технологии, производительность труда и вымирание населения. Русские классические области вымирают в полтора раза быстрее, чем идет рождаемый. В этом отношении нам предстоит резкий рывок вперед. Президент своей предвыборной кампании заявил об этом. Но для того, чтобы резкий вперед, надо иметь бюджет не 15 триллионов, как сейчас расходный, а минимум 25. Надо иметь на образовании не 7%, а минимум удваивать. То же касается науки, здравоохранения и много остального. Надо сделать все, чтобы для молодежи было первое рабочее место и открыты все двери суперсовременных технологий. По крайней мере, такая возможность есть. И Дума последний год пыталась решать эти проблемы. Здесь есть подвижки и по реновациям, и по модернизации. Есть некоторые подвижки, связанные с отношением к селу и так далее. Но нам надо все это удваивать. Я вас приглашаю для того, чтобы посмотреть, как в нынешних условиях можно работать. Вы каждый вечер слышите, как ругают Грудинина. Но я вас лично приглашаю. И мы вам организуем непосредственно в зоне социального оптимизма. В городке совхоза имени Ленина вы посмотрите лучшую в мире школу, которая объединила советское, русское образование и все современные технологии. Вы увидите лучшее производственное обучение, лучшие детские сады, лучшую ферму роботизированную в стране, где нет доярок, а все делают роботы. Вы увидите лучший в стране сад, в котором собрано 150 сортов яблонь, районированных центров, которые являются гордостью. Вы увидите храм, построенный для верующих, зону отдыха. Вы увидите уникальный детский парк, не от Диснейленда, по мотивам сказок Пушкина. Вы увидите открытые двери, счастливые лица и великолепные квартиры. Я хотел, чтобы вы сами это увидели, а не ту чушь, которую несут с утра до вечера. Я хочу вас приглашать. Вы придете сами, посмотрите, пощупаете, потрогаете и поймете. А выборы, президент сказал, должны быть честными, открытыми и справедливыми. Мы готовы к таким выборам и считаем, что реальная картина будущего. Можно ее картину пощупать, потрогать, посмотреть. Вам желаю в этом плане быть мужественными, честными и достойными. Удачи всем. Продолжение следует...